МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакин. Сегодня в выпуске. Первый и единственный в Казахстане. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов дал старт заводу по производству огнеупорных материалов. Инвестиционная стоимость предприятия около 2 миллиардов тенге. К празднованию 350-летия Казабек-Би в Карагандинской области пройдет масштабное мероприятие. Горожане смогут посетить Айтыс, автопробег и множество концертов. История Бухаржираусского района в предметах быта и фотографиях. В областном историко-краеведческом музее продолжается неделя музеев. Следующие 7 дней свои лучшие экспозиции представляет музей района имени Бухаржирау. В Караганде открылся завод по производству огнеупорных материалов стоимостью около 2 миллиардов тенге. Производство расположено на территории специальной экономической зоны Сарарка. Глава Карагандинской области Ерлан Кушанов подчеркнул, что запуск этого предприятия – важное событие для экономики области. Футеровка – это специальная отделка для защиты поверхностей от всевозможных повреждений. В горно-металлургической, нефтяной и нефтегазовой промышленности футеровка используется для защиты оборудования. Новый завод по производству огнеупорных материалов оснащен современным оборудованием производства Словении. В настоящее время на предприятии создано 51 рабочее место. В дальнейшем количество сотрудников будет увеличиваться. Руководитель предприятия отметил, что завод не случайно построен именно в Центральном Казахстане. Учитывая общую ситуацию, то есть расположение заводов по производству данных огнеупорных материалов, мы посчитали, что его локализация здесь, в Казахстане, в свободно-экономической зоне, вблизи от крупнейшего завода в Казахстане Арселор Митл, а также недалеко от заводов Сибири и Урала России, будет абсолютно выгодным. А также недалеко сырьевая база, основная сырьевая база для всех огнеупорных производств является Китай на данный момент. Поэтому мы находимся в очень выгодном положении, скажем так. Общая сумма инвестиций составила почти 2 миллиарда тенге. В ходе торжественной церемонии открытия Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов подчеркнул, что запуск этого предприятия – важное событие для экономики области. Этот завод – первый предприятий, который будет пропускать аналогичные материалы. В этих материалах подружаются наши крупные системы образующие предприятия, как это за смысл, отсылок веков, 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 веков. Если все эти огнеупорные материалы закупали в заводе ФРОМ, то теперь в объеме 38 тысяч тонн они будут получать именно с этого торжественного завода. Стоит отметить, что холдинг «Севен Рефракторис» имеет более чем 30-летний опыт работы и выпускает широкий спектр современных огнеупорных материалов. Компания является международной. В настоящее время подразделения открыты во многих странах мира, в том числе Германии, России, Казахстане и Украине. На церемонии торжественного открытия предприятия также был подписан меморандум о сотрудничестве между генеральным директором завода и представителями компании «Казахмыс» и «Арселор Митталтимиртау». Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандинской области собираются отметить 350-летие Казбекби. Праздновать юбилейную дату великого человека в шахтерской столице будут на протяжении всего года. Пройдут научные конференции и концерты, а также спортивные соревнования на республиканском уровне. Главное празднество состоится 18 августа в селе Егендебулак. Празднование юбилея Казбекби будет проходить по программе «Туганжир». Главный праздник пройдет 18 августа в селе Егендебулак, где гостей ждет увлекательная программа. «Мероприятия начинаются 18 августа и они продолжаются на протяжении полутора месяцев, то есть 18 августа. Потом у нас идет караван. 26-го мы большое мероприятие проводим в Туркестане. Будет большой молодежный форум с участием акимов четырех регионов, двух министров. Далее, 2-го сентября этот караван возвращается в город Караганду, где мы проводим выставку, встречаем этот караван. Продолжается концертная программа, она переходит уже 22-го сентября в международные конференции». На сегодняшний день ведется тщательная подготовка к мероприятию. Особое внимание уделили ремонту дорог. К торжественному празднованию будет возведено более 100 юрт. «Приглашенные смогут сыграть в национальные игры и насладиться праздничным концертом». «С районного бюджета выделено 3 миллиона тенге. Сейчас уже ведутся работы по благоустройству. Будет установлено 25 фонарей по улице Жакешева. Закончить подготовку планируем к 20 июля. Кроме того, будет реконструирован стадион и скверы». 19 августа пройдет «Айтыс». В нем примут участие «Кыны» со всей республики. Кроме того, киностудия «Казахфильм» планирует снять специальный 52-минутный документальный фильм о Казыбекби, а также выпустят альбомы и фоторамки. Кроме того, о великом Казыбекби выйдет двухтомное издание. Фотоальбом, фильм и книгу обещают представить уже в сентябре. «Решены практически организационные вопросы по размещению участников «Айтыса», забронированные номера в гостиницах. Разработана программа проведения «Айтыса». Ведется работа по выпуску буклета. Как мы уже говорили, аннотационный материал, если он будет утвержден, мы уже размещаем на буклетах его. Коллектив театрами Кожамкулова готовит пролог для торжественного открытия «Айтыса». Разработан сценарный ход всего мероприятия. И, пользуясь моментом, хотелось бы, согласно плану, который утвержден вами, Жанатус Соколсерикович, напомнить, что у нас будет разработан отдельный план по закреплению за управлениями почетных членов жюри. На сегодняшний день создан специальный благотворительный фонд «Балкантау». Он создан специально к празднованию 350-летия Казыбекби. В нем собрано уже 15 миллионов тенге. Как подсчитали организаторы, на все мероприятие необходимо 56 миллионов. Еще одно мероприятие состоится 18 августа. Это автопробег, который берет начало в Егин-де-Булаке, а завершается в древнем городе Туркестан. Асель Сазамбаева, Жасулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде продолжается активное обсуждение программной статьи президента Нурсултана Назарбаева. Руководитель концертного объединения имени Калибайжанова Талкат Идрисов отметил, что в своей статье глава государства уделяет особое внимание духовному возрождению, особенно любви к своей малой родине. А это очень важно, заявляет Талкат Идрисов. «Ценности нашего края узнавать ближе, больше. Потому что в истории, которые они проходят на уроках, они проходят в общем о Казахстане. А история нашего края, именно Карагандинской области, Сараркинской долины – вот это все я считаю, что школьники должны познавать через посещение музеев, через посещение театров, через посещение кинотеатров, ну и, а также и концертных программ». Обвиняемая в убийстве сожителя женщина повесилась в изоляторе в Жескозгане. Женщина 1973 года рождения была задержана по подозрению в убийстве сожителя. Она дала признательные показания, в отношении нее расследовалось уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемая последние несколько дней жаловалась сотрудникам изолятора на угрызение совести. Помимо этого, женщина отмечала, что к ней приходит введение. Все камеры в изоляторе находятся под видеонаблюдением. На записях видно, что никто к ней не заходил, какие-либо неправомерные действия не применялись, сообщили в департаменте внутренних дел. «Как я уже отметил, по данному делу проводится досудебное расследование. Была назначена рабочая группа по проверке дела. Есть все записи с камер». Скиф в Караганде представляет Суперакции с 19 июня по 2 июля Coca-Cola Zero Sprite Fanta 1 литр 149 тенге Чистящие средства Domestos 1 литр 489 тенге Скиф. Просто сравни цены. Ни один выпускник Карагандинской области не набрал максимальное количество баллов на едином национальном тестировании. В этом учебном году школу окончили более 7 тысяч выпускников. Все они успешно сдали итоговую аттестацию и получили аттестаты. Областное управление образования обнародовало итоги единого национального тестирования. Областной средний балл по итогам единого национального тестирования составил 78,3. Управление образования сообщает, что нынешнем году в два раза снизилось количество выпускников, не набравших пороговый уровень. По последним данным, это чуть более 7% от общего количества. Чиновники от образования также сообщили, что самый высокий результат – 134 балла. Показали два выпускника – Думан Тулеу из Жасказгана и Нурдаллет Нургали. О самых низких результатах тестирования не сообщается. Кроме того, во время проведения ЕНТ случаев удаления выпускников из аудитории, аннулирования результатов тестирования и чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Кроме того, в управлении образования отмечают, что по вопросам повышения порогового уровня баллов для профильных предметов направлено письмо в Министерство образования и науки с предложением оставить прежний пороговый уровень баллов для профильных предметов. В настоящее время данный вопрос находится на стадии принятия положительного решения. Еще одним новшеством этого года станет отказ от подведения рейтинга городов и районов, причина в изменении формата ЕНТ и ставок на функциональную грамотность учащихся, которая не оценивается тестированием. Фариза Албаева, Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Уже завтра в Фонд социального медицинского страхования будут сделаны первые отчисления. С 1 июля взносы начнут отчислять индивидуальные предприниматели и работодатели. А с нового года каждый житель республики сможет получать медицинскую помощь через систему обязательного медицинского страхования. В качестве слушателей лекции по разъяснению системы обязательного социального медицинского страхования – карагандинские адвокаты. С 1 июля взносы в размере 2% от дохода за своих сотрудников начнут отчислять все предприятия страны. Предприниматели будут платить за себя и своих сотрудников. За социально незащищенных граждан платит государство. Эти и многие другие аспекты социального медицинского страхования были доведены до участников встречи. В рамках встречи состоялся продуктивный диалог. Поступили вопросы. На все вопросы даны исчерпывающие ответы. Наших коллег волнуют вопросы процента отчисления взносов. Куда будут отчисляться взносы. С какого времени все эти вопросы нашли свое отражение в сегодняшней встрече. И были даны полные разъяснения. А чтобы жителям было проще определиться со своим социальным статусом, через интернет-портал электронного правительства можно узнать все данные. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Продолжаем выпуск. В Караганде продолжается неделя музеев. На этот раз жители и гости шахтерской столицы имеют возможность увидеть экспозиции Бухаржираусского историко-краеведческого музея. Посетители узнают всю историю района, начиная с 18 века и до настоящего времени. Бухаржираусский историко-краеведческий музей существует с 2003 года. На протяжении 15 лет сотрудники активно работают над сбором экспонатов и различных реликвий. Для того, чтобы жители шахтерской столицы могли подробнее узнать о культурных ценностях и истории Бухаржираусского района, музей представил множество экспозиций. Представлены личные вещи, экспонаты – это личные вещи, книги, макеты, личные труды наших уроженцев нашего района. Также экспозиция по прикладному творчеству. Прикладному творчеству показана быт и культура казахского, также славянского народа. Инициатором культурно-просветительской акции выступил областной историко-краеведческий музей. Теперь, чтобы посмотреть на экспозиции музеев, области карагандинцам не обязательно ехать далеко. Рассматривая представленные экспонаты, можно узнать много интересных фактов из истории Бухаржираусского района. К примеру, на выставке можно увидеть старинные ювелирные изделия, переданные сельчанами в Дармузею. Очень любознательно, опознательно. И я, например, ощущаю большую гордость за то, что я родилась на этой земле, что есть у нас такие уникальные музеи, есть такие уникальные экспонаты, которые мы должны, и, по-моему, не то, что должны, а обязаны хранить для будущего поколения. Каждый музей стремится показать свои уникальные артефакты, интересные экспонаты, раскрывающие историю края. Карагандинцы и гости города смогут погрузиться в историю сырой арки. Уже совсем скоро эстафету примет Жасказганский историко-археологический музей. Жители шахтерской столицы смогут узнать об истории Жасказгана с 8 по 13 июля. Асель Сазамбаева, Жасылык Нуртая, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В филиалах единого накопительного пенсионного фонда состоялся день открытых дверей на тему «Доступный ЕНПФ для вкладчиков». Жителям Караганды рассказали о нововведениях. К примеру, теперь вкладчики могут получать информацию о своих накоплениях в онлайн-режиме. Кроме того, они смогут контролировать начисление инвестиционного дохода, а также делать прогнозы своей пенсии. Несмотря на то, что фонд имеет 231 центр персонального обслуживания по республике, многие вкладчики предпочли информирование в режиме онлайн, так как это позволяет следить за своими пенсионными накоплениями каждый день. Уже более трех миллионов человек имеют возможность получить информацию с помощью сайта и мобильного приложения. На нашем сайте вкладчики, достигшие пенсионного возраста и инвалиды первой и второй группы с бессрочной инвалидностью могут подавать заявление на сайте, не выходя из дома, то есть при наличии электронной цифровой подписи. Также молодые граждане могут оформлять заявление об открытии ЭПС, также при наличии электронной цифровой подписи и прослеживать статус исполнения заявления о назначении пенсионных выплат, не выходя из дома, то есть путем получения смс-сообщения на свой мобильный телефон. В день открытых дверей присутствующие узнали об открытии индивидуального пенсионного счета и как пользоваться электронной системой. Как выяснилось, теперь клиенты могут провести данную процедуру, не выходя из дома или офиса. По словам одного из вкладчиков, мероприятие получилось интересным. Наталья Сорокина узнала много нового и собирается посещать такие встречи часто. Такие встречи обязательно надо проводить и еще бы желательно было пригласить человека с ГЦВП, потому что сейчас возникли вопросы у людей и у представителей предприятия, и поэтому желательно было бы пригласить человека с ГЦВП, чтобы он еще немножечко как-то более ознакомил людей. Многих посетителей также заинтересовал электронный консультант ЕНПФ, с помощью которого любой желающий может получить справочную информацию, а также выписку из индивидуального пенсионного счета. На сегодня по республике уже работает 10 инфокиосков, где установлены те самые электронные консультанты. Кроме того, через сайт фонда можно записаться в общественную приемную председателя правления фонда и получить личную консультацию. Асель Сазамбаева, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагантинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амансово Волстар. Редактор субтитров А.Семкин